Микс Ньюс В принципе, ветеринарная продовольственная служба, насколько ее авторитет высок, насколько, не знаю, боятся ее предприниматели, которые продают некачественные товары? Сколько происходит проверок в год обычно у вас? Ну, я не знаю, надо ли предпринимателям бояться продовольственной ветеринарной службы, потому что если предприниматель работает по нормам гигиены, безопасности пищевых продуктов, то проблем с продовольственной ветеринарной службой не должно бы быть. Так что главное это сотрудничество между службой и предпринимателями с одним главным, главной целью, чтобы пища для наших потребителей была безопасна. И наша главная функция это не кого-то штрафовать, но такие случаи бывают, конечно. А насколько часто бывает, что, допустим, один ресторан конкурировал с другим рестораном, посылает жалобу, вы приезжаете, проверяете, может быть, ничего не находите, но нервы, стресс, время? Знаете, такие случаи бывают. Мы получаем довольно много жалоб, несколько тысяч за год. И, в принципе, мы стараемся все жалобы проверять. Это именно рестораны жалуются друг на друга? Ну, трудно сказать, кто на кого жалуется, но иногда мы видим, что там есть какой-то подконтекст, наверное, бизнес-разборок. И иногда бывает так, что если много жалоб на одного и то же предпринимателя, и мы понимаем, что это какие-то уже не потребительские вопросы, мы просто тогда этих людей, которые присылают жалобы, приглашаем к себе, потом они уже не приходят к нам, и мы просто их не реагируем, чтобы каждый день кому-то не мешать работать. Я хочу напомнить, что здесь гость у нас тоже не просто так сегодня, потому что буквально недавно в пюре Рудолл с латвийской компанией нашли потулин, это, по сути, плесень. Это детское питание, и компания уже, конечно, извинилась, все деньги она вернула, те, кто не съел, конечно. Конечно. И вот такой вопрос, насколько вообще такие случаи часто в Латвии, когда, например, в детском питании находят вот тот же там потулинный или, не знаю, какое-то там другое токсичное вещество? Может быть, мы не о всех знаем, может быть, мы не о всех слышим? Такие случаи, если мы говорим о детском питании, не так уж часто в Латвии, в принципе, имея в виду, что это самая, как сказать, чувствительная группа потребителей. О всех случаях мы обычно сообщаем, если вы помните, какое-то время назад мы сообщали о польских... По-моему, егеичный порошок был, да? Может быть, порошок, но были на русском точном названии, не помню. Ну, ты что-то скажете. Эти... Да, Латвийск, ты тоже, да? Тоже не помню. Какой-то порошок. Не порошок, а соски, да? А, соски, да, понятно. Пластические соски, которые тоже содержали токсические элементы, и мы сообщали это публично. Но это, я думаю, нормальная практика и службы, и предпринимателя. Если что-то случается иногда и не по вине самого производителя, то первым делом это надо все отозвать из торговли. Если это детское питание, то надо и сообщить общественность просто, чтобы не употребляли продукты, которые содержат какие-то токсины, какие-то микроорганизмы. А вот скажите, ведь в каждой стране существуют свои какие-то принятые нормы, и часто бывает, что, ну, вот то, что мы говорим, ну, вот обнаружено там, повышенное, а, скажем, в другой стране это является нормой. Вот как согласуются вот эти, как бы законодательства различных стран, где в одной стране, может быть, это допустимый уровень, а, например, у нас этот уровень считается повышенным? Ну, видите, если мы говорим о Евросоюзе, то нормы химико-токсичные, микробиологические, они едины. Если мы говорим по странам мира, то обычно нормы создаются по одним параметрам, это на основании каких-то исследований или мировой организации здоровья, или по кодексу ООН, пищевому, и, в принципе, больших различий в нормах по безопасности не проявляется. Может быть, по остаточным веществам, по антибиотикам, там, например, в одной группе стран это посильнее, в других странах послабее, но, в принципе, создание норм одни и те же. Это безопасность человека, это все проверяется, создается норма, которая безопасна главным группам. А может ли, например, человек в частном порядке просто приехать или там позвонить и сделать проверку конкретного продукта? Ну, например, я купила что-то в магазине, неважно, да, и уже и чека нет, ничего нет, да, но мы чувствуем, что, допустим, что-то не то с ним. Вот я могу позвонить в службу и сказать, вот у меня есть подозрение, что там, не знаю, повышен уровень чего-то, давайте проверим. И отдавать вам, и вы уже в своей лаборатории будете проверять. Конечно, вы можете нам позвонить, подать жалобу, поделиться своими подозрениями. Но, конечно, мы будем смотреть, проверять, но наши эксперты уже примут решение, надо ли нам делать лабораторный контроль или не надо, потому что... Может, ты чего-то подсыпала? Потому что, когда уже продукт находится у потребителя, то очень трудно доказать, что потребитель сам как-то не повлиял на продукт. А сколько человек вообще работает в вашей службе? В нашей службе работает около 600 человек. А в лаборатории? У нас в самой их лаборатории нет, мы работаем с институтом БИОР, который у нас референтная лаборатория в стране. В лаборатории, если не ошибаюсь, где-то 300 человек. Ну, вот не секрет, что очень часто используются продуктовые ветеринарные службы, ну, как инструмент политики. То есть, мы знаем, что Латвия сама пострадала, ухудшаются отношения с Россией, вдруг что-то находят в наших латвийских шпротах. Там, ну, вот в России мы знаем, что то грузинские там были вина какие-то вредные. Вот вы не испытываете, ну, такого же уровня давления, предположим, когда, ну, не знаю, ухудшаются отношения с какой-то стороной, говорят, что, ну, в принципе, вот, может быть, стоит более внимательно присмотреться к их продуктам. Ну, такие сигналы бывают. Обычно это бывает от предпринимателей, не от политиков. Но, в принципе, ветеринарные и продовольственные службы должны быть вне политики, потому что, если мы станем весь свой ресурс использовать только для того, чтобы вытолкнуть какую-то другую страну из нашего рынка, то это просто, в конце концов, кончится с какой-то торговой или ветеринарно-салитарной войной. Ну, не должно быть, но бывают. Бывают подозрения, что какая-то страна очень тщательно что-то проверяет. Но всегда тогда есть и контрмеры. Ну, допустим, вы получаете сигнал о том, что, может быть, даже этот сигнал идет на каком-то государственном уровне, что вот сейчас поедет партия, не знаю, там, консервов из России, надо бы их более тщательно проверить. По конкретным партиям такие сигналы мы не получаем. О том, что приходит много продуктов и, может быть, они не такие качественные, по группам продуктов, да, мы получаем. Я знаю, что у вас буквально проводятся какие-то детективные расследования, потому что, когда был вопрос по поводу печени трески, вот пару лет назад, у вас установили, что они были маркированы, что якобы их выпустили предприятия, которые на самом деле уже не существуют. И, ну, вот получается, что приходится вам вести буквально расследования какие-то. Иногда бывают такие случаи, потому что продовольствие очень благоприятная среда для фальсификации и для получения дополнительного прибыли с очень низкими штрафами. Потому что, если вы подменили, например, ту же самую дешевую рыбу и назвали ее именем дорогой рыбы и получили несколько тысяч или, может, 10 тысяч прибыли, то штраф у вас будет где-то 300 евро. Так что это во всем мире фальсификация пищевых продуктов, это очень большой бизнес, миллиардный бизнес. И мы помним этот самый скандал Канины, подделки оливкового масла, подделки меда, подделки рыбных продуктов, используя дешевые породы рыб и называя их... Осетром. Ну, не осетром, а, например, той же самой скумбрией. А есть какой-то черный список у вас? То есть, например, вы один раз зафиксировали нарушения, вот, я не знаю, там, Канину Фуагрой назвали, второй раз зафиксировали такие нарушения, и потом вы уже понимаете, что это, может быть, даже не компания, а конкретно там, отвечающая за этот человек, он там, не знаю, нечестна руку. То есть, есть какой-то черный список, которым мы его обращаем? У нас такого публичного черного или белого списка нет. А своего внутреннего? Ну, своего внутреннего у нас, конечно, информации имеется, но главная наша задача, это, конечно, безопасность и гигиена, и наши контроли обычно все основаны на рисках. И тому же, по системе определений рисков, да, приведущая деятельность предприятия берется за основу. А вот, возвращаясь к фальсификациям, ведь, наверное, попытка защитить местных производителей, то есть, ну, вот, более низкий ПВН на латвийские продукты, наверное, ведь побуждает нечестных предпринимателей завозить товары и выдавать их за латвийский продукт. Скажем так, если мы говорим о фруктах, овощах и 5% ПВНам, то это не распределяется только на латвийских производителей, это распределяется на все производители Евросоюза. Если, например, из Литвы сейчас завозят, например, ту же самую клубнику, она тоже имеет такой же НДС, как латвийские продукты. При том, когда раньше то, что сами выращивали, могли продавать без НДС, а для тех, кто завозил, было больше 20%, тогда, да, это была очень актуальная тема. Теперь при 5% ставке НДС уже это не так интересно. И если вы сейчас походите по рынкам, обычно вы там сейчас найдете польскую, греческую, клубнику. Это уже не в таких объемах, что все торгуют латвийскую клубнику, хотя еще и природные условия этому не соответствуют. У нас, а, сорвался звонок, я напомню, что телефоны 6-7-212-93-9, 6-7-213-93-9. А проявляет ли служба инициативу? То есть вы, например, считаете, ну сейчас вот 30 градусов жара, пойдем-ка мы прогуляемся, не знаю, по центральному рынку, или вот бабушек проверим, который... Ночной рынок, да. Конечно, конечно, это тоже одна из основ нашей работы, что мы, как я уже говорил, работаем по фактам риска. И, конечно, жаркая погода, это первое, что мы будем смотреть, это режимы хранения, температуры, условия хранения, и усиленные контроли будут тогда в ту сторону. Когда начинается период фруктов, овощей, да, у нас есть усиленные контроли в сфере фруктов, овощей, чтобы, да, не было обмана потребителей, что им предлагают дорогую, как будто латвийскую продукцию. Потому что, ну вот на базаре иногда бывает страшно, когда, ну, стоит лоток с консервами, просто на солнцепеке, и вот продают консервы, думаешь, боже мой, сколько дней они, ну вот, во-первых, лежат, и как вот на этом, ну, прямо вот на открытом солнце, что происходит внутри этой консервной банки? Ну, консервная банка довольно безопасный вид хранения, но, конечно, в солнце держать тоже не надо, потому что, да, продукт там изменяет, не портится, изменяет свои качественные... Доброе утро. Мы попросим гостя надеть наушники. Здравствуйте, доброе утро. Пожалуйста, вы в эфире. Доброе утро. Я так понимаю, что в основном вопрос касается продуктов, но у меня вопрос в жаркую погоду. Такой контроль за питьевой водой. И производится ли у вас именно за этими вот бутылями, которые продаются повсеместно, или бутылками большие, пятилитровые, также за родниковой водой, которую вот часто люди используют. Вы знаете, там приезжают специальные родники, или там ключ какой-то, да, и пользуются этой водой, которая, в принципе, без какой-то, без анализов происходит. Вот за этим какой-то контроль ведется. Спасибо. Спасибо за вопрос. В продовольственной лейтенантной службы контролируют питьевую воду, которая продается в бутылках. Мы не контролируем воду, которая течет по кранам, и которая находится в колодцах. Если говорить про воду в бутылках, то, как любой продукт, должен производиться в регистрированной в нашей службе предприятия, где производится контроль и качества этой воды, и безопасности этой воды. А если люди уже посвящают колодцы, то, ну, я думаю, это уже выбор самих людей. У каждого колодца или у каждого водохранилища контроль не поставил. Ну, то есть, ну, получается, что в бутылках, если, ну, вот они маркированы, то тогда это должно быть все... Да, это уже процесс пищевого оборота, который под контролем продовольственной лейтенантной службы. А вот всевозможный, я не знаю, сок, там, березовый сок, который весной начинают или в начале лета продавать на рынке, это... Да, березовые соки тоже продают люди или производимые уже в предприятиях, но весной есть разрешение без регистрации продавать небольшие объемы березового сока тоже частному населению. И еще просто у нас звонок. Здравствуйте, пожалуйста, доброе утро. Вы в эфире. Здравствуйте, доброе утро. Я уже как-то год назад задавал этот вопрос, но ничего не изменилось. В последнее время я как сельский житель сам знаю, что, допустим, картофель надо хранить в темноте, мешки темные и все. Ну, везде поголовно, на всех рынках и на всех почти больших торговых сетях, везде почти в сеточных мешках половина партии идет. Она вся зеленая. Я не знаю, куда смотрит вот эта служба. Не надо конкретное место, вы как-то сказали или кто там был в студии, что надо конкретно тогда подсказать. Везде пройдитесь, везде по всем рынкам эти сеточные мешки и картошка вся зеленая. День полежала на сон. Спасибо. Да, картошка. Да, ну, трудно сказать. По всем местам, конечно, хранение картошки на складах должно производиться, да, в темном месте. Продажа на открытых площадях рынков нигде не запрещена. И, в принципе, потребитель уже, выбирая такие продукты, должен смотреть, зеленая она, не зеленая. Потому что позеленеть она может тоже на поле при уборке. У меня вопрос такой по поводу сетевых магазинов. То есть мы приходим в большие супермаркеты, и вот это начинается, так, копание, да, в корзинках. Две трети, ну, гнилья всякого, да, потому что у нас же второй, третий сорт здесь, и две, три там клубничинки найдешь какие-нибудь. Вот ваша служба, она может сделать проверку, что, допустим, там хороший продукт лежит рядом с гнилым, например, что их надо отделять, надо сортировать, что это недопустимо там. Или это не ваша компетенция, это должен один делать? В принципе, второй сорт не означает, что это гнилой продукт. Гнилых продуктов вообще продавать нельзя. А они продаются, что тогда делать? Если наши инспекторы это констатируют, такие продукты убираются и уничтожаются. И в магазинах. Ну, то есть я пришла в магазин, увидела, что в, там, не знаю, в корзине с вишней, половина вишни гнилая. Если половина глина и такого продукта уже продавать нельзя. Можно сортировать, но это не в торговом зале покупатель должен делать. Ну, то есть мне что тогда делать? Я могу позвонить в службу? Вы можете позвонить в наш служб. И появидничать? Да. Ой, как здорово, прям сегодня займусь. Потому что, ну, наши инспекторы посещают магазин по регламенту один раз в год. Обычно по жалобам чаще. А почему один раз в год, если сезонно меняются продукты, меняются условия хранения, меняется, соответственно, срок годности? Потому что у нас есть такие ресурсы, и у нас есть. И все предприятия разделены на категории риска. И высшая категория, это, конечно, производитель. Производитель и мясных, молочных, рыбных продуктов, детского питания. Уже магазины, да, попали в группу риска, где контроль раз в год. Ну, вот, грубо говоря, если человек видит, что продукт на полке некачественный, он должен звонить в службу защиты прав потребителей или все-таки вам? Ну, на нашу службу. Вам? Продовольственную, вестернанную службу. Или звонить, или имейл отправить. Фотографировать надо? Можно, но не обязательно. Вы приедете, все сами увидите? Да. И мы приедем. Второй сорт, вот, второй, первый сорт, может быть, для наших слушателей вы объясните. Вот, ну, вы сказали, что второй сорт, это не должно быть гнилых продуктов. Но чем тогда они отличаются? А по классике первый сорт, всегда первый сорт. Первый сорт, ну, это, как сказать, эксцелентный, очень свежие фрукты. Это первый сорт? Овощи, да. Которые поступают небольшой дистанции. Они не доходят до нашего магазина, просто они оседают в отдельных домах. Да, до магазина там не должны быть никакие уклонения качества. Для магазинов легче всего использовать второй сорт. Потому что тогда, даже если что-то случается, это еще в рамках второго сорта, то никаких проблем не будет. Что значит второй сорт? Ну, вы говорите, второй сорт не означает, что продукт испорчен или там гнилой. А какой? Маленький, вялый, грустный? Нет, не обязательно. Может быть, немножко там что-то. Чуть-чуть гнильца? Не гнильца, а какие-то технические дефекты. То есть, это не идеально круглая черешня? Ну, например. Будет второго сорта. И не блестит, да. И не блестит. А вот, кстати, ведь в свое время действительно очень много говорили о том, что существуют нормы, стандарты европейские. И получается, что кривой огурец, но который абсолютно тоже вкусный и свежий, но вот он уже не считался по европейским стандартам годным чуть ли не к продаже. И было очень много возмущений, что продукты, которые можно есть, почему их нельзя продавать? Вот как сейчас этот вопрос решается с кривыми огурцами? В принципе, для огурцов, помидоров стандарты эти отменены. Сохранились только для некоторых продуктов, которых Латвия не очень использует, такие как спинаты. И что-то там было. Но сейчас можно продавать и кривого огурца, и маленького, и большого. Вот вчера буквально я смотрел немецкий фильм, он посвящен тому, что нужно отказаться от вещей. И вот потребление, и главные герои фильма, молодые немецкие ребята, они наспор отказываются вообще от денег. И возникает ситуация, что они питаются чуть ли не на свалке, на мусорной свалке. И там происходит диалог, что они говорят, посмотри, вот сколько хороших продуктов, просто у них истек срок хранения, их выбрасывают, и получается, что мы уничтожаем еще годные продукты. Вот эта проблема, которая, ну вот я понимаю, что сейчас вот в Европе многие задумываются над тем, что не получается ли так, что эти формальные сроки хранения, то есть они ограничивают потребление продуктов, которые могли бы съесть люди нуждающиеся, малообеспеченные, а они вроде бы подлежат уничтожению? Ну это такой тоже дуальный вопрос, конечно. Первое. На этой неделе Кабинет Министров принял законодательный акт на счет того, что продукты, у которых кончился срок хранения, могут быть переданы в благотворительные организации для потом распределения. Да, и люди очень возмутились. Они сказали, что ты вот... Нуждаешься им. Да. Есть два типа срока хранения, это годен до, и второй тип был желательно до. Для продуктов высокого риска, это годен до, и тогда все, на следующий день продукт не годен, а те продукты, ну, например, печенье, там какие-то сухие крупы, где желательно до. Те продукты могут быть потом распределены через такие организации. Но, в принципе, сроки хранения дает сам производитель, это тот, та дата, до которой он несет ответственность. Потом уже кто-то другой должен взять ответственность от производителя. Потребитель, например. Потребитель, да. Ну вот у нас разрываются телефонные линии. Я напомню, что гендиректор продовольственной ветеринарной службы Марис Балов здесь сегодня в нашей студии. Здравствуйте, доброе утро. Ваш вопрос. Доброе утро. Пожалуйста. Мне хотелось задать такой вопрос. Что я должен сделать, как я должен поступить, если я покупаю арбуз? Все знают, как арбуз плюс-минус его вкус. Если он совершенно безвкусный, а даже невкусный, как мыло, если там волокна оказываются белые, длинные, жесткие, если он вообще никакой, а он вообще-то там 5-7 килограмм может весить, и стоит, сейчас он дал полтора евро за килограмм, как я как потребитель, как обыкновенный человек должен поступить. Съесть его, выкинуть его, забыть про все это, и в следующий раз купить точно такой же арбуз. Я же не вижу, что внутри, я же не могу его попробовать. Забыть, проглотить, что я должен делать? Спасибо. Возможно, если вы купили арбуз, который со вкусом мыла, с жесткими белыми волокнами, вы просто купили кусок мяса, да? Возможно, это была говядина, ну серьезно. Но человеку не понравилось, но это же личный вкус. Ну это, да, это, наверное, вопрос качества. Можете обратиться к продавцу с претензией. Если у вас есть какие-то подозрения, что там имеется нетипичный вкус, вы можете обратиться тоже в продовольственную мятернарную службу. Мы произведем проверку. Еще просто вопрос по телефону. Здравствуйте. Добрый день. Вот вы упомянули бы, что российские инспекции приезжают на наши рыбзаводы, проверяют, ну, предъявшего, не предъявшего, другой вопрос. А вот есть такая рыба, называется теляпия. И есть это пангасиус, такая рыба. Я неоднократно видел по российскому телевидению, разных авторов причем, передача о том, как их там выращивают, где их производят, да. Там человеческими отходами они питаются, и всякой такой, извините, дрянью, какая вот в частности во Вьетнаме, значит, выращивают в дельте реки Майконг, куда сливаются все химичи, которые американцы там набросали. И вот вопрос у меня такой, как-нибудь контролируется вот эта рыба, может быть, даже и на производстве туда съездите, посмотрите, так же, как ездят к нам. Как контролируется рацион рыбы? Вы отслеживаете, как она питается? Можно ли выехать, например, куда-то, ну, вот, в места производства в другие страны и контролировать их рыбу? В принципе, если мы говорим о продуктах животного отчества, то же рыбы, то Евросоюз может ввести только те предприятия третьих стран, которые признаны Европейской комиссией. И для того, чтобы получить такое признание, инспекция Евросоюза едет на конкретную страну, например, Вьетнам, и в конкретные хозяйства, и смотрит и метод выращивания, и контроль за кормами, контроль за безопасность рыбы. И только тогда данное предприятие заносится в список признанных предприятий для экспорта в Евросоюз. То же самое, что делает и российские инспекции. Потом еще производится пограничный контроль уже на всякие остаточные вещества, микробиологию. И если попадаются какие-то отклонения, то может быть запрещен ввоз таких продуктов. Так что контроль производится, и в том числе на месте. И еще просто у нас очень много звонков сегодня. Здравствуйте, пожалуйста. Доброе утро. Может, я и не по адресу, но меня интересует, куда делся чай Липтон и Гринфилл в пакетиках, в большие пачки. Он что, вредно признан или что? Ни в одном магазине нету больше. Спасибо. Спасибо. Но мне кажется, это же не вопрос к службе, это вопрос к производителю, который меняет упаковку, меняет объем, меняет бренд, тренд и так далее. Возьмите другой чай, попробуйте. Нет, ну вот... Опасный мы не признан. А вообще с чаями? Вот тоже происходит проверки, например, чая? Как к любимым продуктам. А скажите, вот тема, которая тоже была очень актуальна, как сейчас она решается, то, что в Европе производители брендов определенных, я не знаю, арахисовое масло или кола или какие-то другие вещи, обращают внимание на то, что для стран Европы, то есть старой Европы и новой Европы, все-таки существуют разные стандарты. Где-то кола слаще, где-то менее сладкое, где-то больше каких-то веществ. Вот как Ваша служба относится к таким брендовым, скажем, вещам? Ну, в принципе, это рецептуры производителя. И если производитель решил в одном случае добавлять сахар, например, сахарин в другом, сахар, фруктоз, как будто это выбор производителя, какие рецепты он делает. Если есть подозрения уже в общественности, что это делается по признаку региональному, а продукт выглядит одинаково, то, конечно, это чисто этически не очень правильно. И после проверок в Чехии, в Литве, в Латвии и разных продуктов и согласования с продуктами, которые продаются, например, в Германии, возникла эта проблема двойных стандартов. И за это взялась Еврокомиссия и сделала заказ в Главном исследовательском центре Еврокомиссии. И сейчас производятся проверки, соответствует ли это каким-то нарушениям потребительских прав. Так что со стороны нашей службы, нашего законодательства там проблем нет, но чисто этическая проблема там существует. А, допустим, как вот сейчас было в скандале с этим пюре Рудолс, когда нашли высокий уровень потулина, то на проверке оказалось, что, например, с нашей стороны мы проверили, и этот показатель был повышен, но, например, у производителя он был указан другого уровня, у производителя вроде как все в норме. То есть у нас по Европе есть какие-то общие стандарты, общепринятые, или в каждой, даже в европейской стране эти показатели свои? Там общие стандарты. Просто, если говорить о Рудолфе, то сырье, яблочное пюре было из Италии, и довольно большая партия, которая не пришла только в Латвию, но и в другие страны. И, конечно, через систему быстрого регулирования мы отправили информацию в Италию, и она не сейчас проверяет остатки партии, потому что государственные органы Италии не проверяли данную партию. Там был какой-то показатель самоконтроля, но не аккредитированный методом. Так что эта ситуация еще будет развиваться, потому что это не вопрос только данного предприятия, это вопрос Италии, это вопрос, наверное, других стран, которые закупали у данного итальянского производителя пюре яблочное. То есть сейчас этот вопрос, он, скажем так, закрыт для потребителя, потому что мужу можно было вернуть продукцию, мужу все знаем, люди будут более аккуратны и так далее. Но сама компания, тоже компания «Рудолс», например, будет продолжать внутреннее расследование. Нет, это уже будет продолжать службы Латвии, Италии. Сама компания «Рудолс» отозвала свои продукты от рынка, наверное, будет менять подставщика сырья на более качественного. Но, конечно, из чего делали эти альянсы свое пюре, но это тогда должна разбираться итальянская служба и информировать нас. Да, она будет разбираться и информировать нас, она обязана. Да, да, потому что мы имеем единую систему в Евросоюзе по пищевой безопасности, где все нарушения фиксируются, если это касается нескольких стран. Называется «Рапид Алерт Систем для питания и питания». Вот вы уже упомянули о том, что иногда бывает у предпринимателей, торговцев искушение, поскольку штрафы не такие большие, то есть даже штраф оправдывает риск выдачи одного товара производителя за другой, получения больше прибыли. Вот в этой ситуации, как вы видите, получается, что нет, у вас нет просто инструмента, чтобы воздействовать на этих потребителей, или все-таки можно с ними бороться? Ну, штраф – это только один. Одна методика воздействия на какой-то некачественных продавцов или производителей. У нас есть право тоже остановить деятельность предприятия, есть право анализировать номер признания или регистрации. Но, конечно, есть, наверное, вопросы, если мы говорим о фальсификациях, которые, может быть, должны быть криминализированы, просто чтобы ответственность уже было по-суровее. Давайте сейчас мы еще один звонок примем. Пожалуйста, здравствуйте, ваш вопрос. Доброе утро. Хотелось бы узнать, кто у нас в Латвии отвечает за то, чтобы производители продуктов маркировали, и их импортеры маркировали эти продукты всеми составляющими. Потому что часто можно встретить продукты, на которых, скажем, есть одна составляющая, но на самом деле там еще их штук 20. С учетом того, что пищевые аллергии сейчас очень распространены, иногда бывает даже важно, чтобы было указано, например, что есть следы арахиса и так далее. То есть наши это не указывают. Ну и, например, такой вообще, ну, самый простой пример. Стопроцентный фруктовый сок, да, который на самом деле никакой не стопроцентный, а и хорошо, если он фруктовый. Ну, кто вот за это отвечает? Вы или кто за другой? Спасибо. Спасибо. За маркировку и за продукт первый, кто отвечает, это производитель, а контроль уже производит продовольственная ветеринарная служба. У нас есть единые правила маркировки продуктов, которые предусматривают, что вся информация о составе продукта должна быть на маркировке, притом аллергены должны быть выделены уже болдом, чтобы люди заметили. Если есть конкретные продукты, которые вы знаете неправильно маркированы, пожалуйста, информируйте нас, мы проверим. Насчет соков, если это стопроцентный сок, то можно писать стопроцентный сок, если это с чем-то разбавлено, то это вообще уже не сок. Но это опять надо смотреть конкретные примеры, потому что просто сказать, что все соки не стопроцентные соки или не соки тоже. Ну, в любом случае, если кто-то из потребителей, покупателей замечает, что продукт на полке лежит некачественно, он имеет право обратиться в продовольственную ветеринарную службу для того, чтобы она приехала и проверила эту партию, этого поставщика, этого производителя, этот магазин и так далее, для того, чтобы следующий за вами покупатель просто не столкнулся с такой же проблемой. По большому счету мы сейчас все жалуемся, что мы приходим в сетевые магазины, а там половина продуктов испорчены, потому что жарко, потому что они там долго лежат, потому что их не так тщательно опрыскали чем-нибудь, чем надо. Но это тоже повод с вами связаться. Спасибо большое, гендиректор продовольственной ветеринарной службы Марис Баллодис был сегодня в нашей студии. Спасибо вам. Спасибо.